Вы должны это сделать. Что-то с этой трубой. Что нужно сделать с этой трубой? Убрать старую и плохую, поставить новую. Нужны деньги, конечно. Вы хотите сказать, что это жильцов? Нужно решить, кто будет тратить деньги на ремонт данного участка трубы. Из-за проблемного участка трубы жильцы дома в центре Саратова остались без горячей воды. Оказалось, что аварийный отрезок коммуникации у этого жилого здания не имеет хозяина. Поставщик услуги Т-Плюс говорит, что в зону его ответственности участок не входит. И по статье 225 Гражданского кодекса, пока не определена организация, которая должна обслуживать тепловую сеть, бесхозно недвижимое имущество не поставлено на учет, ответственным за его содержание является администрация города. Второй месяц жители дома 58А под улицей Железнодорожной живут без горячей воды. С 11 мая идет разбирательство, кто же должен отремонтировать участок трубопровода. А у заложников этой ситуации, жильцов, уже кончается терпение. Вот эти дома строились. С 2009 года они вышли на баланс. Когда они строились, я была председателем, и сейчас являюсь председателем ЖСК «Электрик». Они строили изменения проекта. Они подключились к камеру, которая находится на нашей территории. Земля оформлена в собственность. Эта камера переполняется постоянно кипятком и с 2014 года заливает нам подвальное помещение. Ремонтировали они после того, в прошлом году, когда люди объявили, что они перекроют трассу на Астраханской и не пойдут голосовать. Тогда тепловые сети нашли средства и частично отремонтировали. Когда они ремонтировали, мне рабочие сказали, «Любовь Юрьевна, до зимы вы не дожимете, вас будут опять заливать, потому что труба гнилая напрочь». Людям тепловые сети отвечают, что вся проблема – звоните в управляющую компанию, и, в общем-то, они должны решить. Но мы эту проблему решить не можем, потому что труба вообще, раз говорят, она вообще ничейная, то она наша, то она городская. Но сейчас выяснилось так, что помощь решить эту проблему должна только администрация Фрунзенского района. Этот участок был собственностью ЖСК «Октивист» в свое время, но при застройке дома, при передаче тепловым сетям этого участка не произошло. Договор сейчас не заключен с ресурсонабжающей организацией, в связи с этим баланс содержателя данного участка не определен. В прошлом году в эту проблему не решили, суды ничего не решили, усилия нашей управляющей компании и наши требования не были выполнены. Бумаги все больше и больше. В нынешнем году ситуация повторяется. Опять подавать в суды? Чего же нам ожидать? В администрации Фрунзенского района так и посоветовали – идите в суд. Наверное, это и придется сделать жильцам. Немытым, нестиранным и озлобленным на власть, который не может решить простейший вопрос. Полина Хомутовская, Николай Сенегубов, агентство САРБК.